Здравствуйте, наши участники вебинара. Мы рады приветствовать вас на вебинаре по физике от издательства «Регион». Меня зовут Кривопустова Наталья, и я являюсь координатором проекта вебинаров в нашем издательстве. Рады видеть вас всех снова на нашем вебинаре по физике. Как вы уже многие знаете, у нас проходит серия вебинаров по физике. Это у нас третий. Наши вебинары проходят в 10 и в 15 часов по московскому времени. Это все для того, чтобы учителям и всем нашим слушателям было удобно присутствовать на наших вебинарах, находясь в разных часовых поясах. Наши все вебинары расположены, ну, простите, вернее, весь список наших вебинаров расположен на нашем сайте. И там на страничке с расписанием вы можете следить за новыми появлениями, за изменениями какими-то. А вы видите, у нас в планах есть некоторые вебинары, даты, на которые уточняются. Так что вы следите, не забывайте. Расписание наше обновляется, появляется что-то новое. Все материалы, которые авторы разрабатывают к вебинарам и любезно предлагают вам ими далее пользоваться, доступны для скачивания либо для просмотра на нашем сайте. В расписании, в графике вебинаров вы выбираете строку, которая соответствует вебинару. И в этой строке справа вы видите, после того, как проходит вебинар, есть ссылочка для того, чтобы либо скачать презентацию, скачать какие-то материалы, либо просмотреть видеозапись данного вебинара или и то, и то. Также на нашем сайте, на страничке с расписанием, вы можете скачать заявку на получение сертификата. Мы знаем, что сейчас этот вопрос актуален для учителей и предоставляем наши сертификаты в электронном виде. Для того, чтобы получить сертификат, после проведения вебинара, после того, как вы приняли в нем участие, скачайте, пожалуйста, заявку по ссылочке под расписанием, заполните эту заявку и присылайте ее на указанной заявке адрес. Вся инструкция по заполнению заявочки указана внутри. Ну и все те, кто вошел к нам в вебинар, по ссылочке «Перейди», заполнил небольшую анкетку, вы видите слева список всех участников данного вебинара. Но только в этом списке вы не видите себя. Не пугайтесь, вы с нами все на работе, мы вас видим. И все остальные тоже. Справа у нас чат, я вижу, многие уже общаются активно в этом чате. Кстати, чтобы добавить сообщения в чат, вы в нижнее правое окошко вводите текст, нажимаете «Энтер» и все видят ваше сообщение, оно появляется в чате. Таким образом, предлагаем вам пообщаться друг с другом и с нами. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы, которые вас интересуют, будем обсуждать, будем на них отвечать. Ну, у меня, наверное, все. Я рада представить вам нашего сегодняшнего лектора Лев Михайлович Монастырский, заслуженный деятель науки и образования Российской Академии естествознания, профессор кафедры общей физики физического факультета Южного федерального университета, автор и редактор учебно-методических способностей и дательства Львов. Спасибо, Наташа. Я рад приветствовать всех коллег-участников сегодняшнего вебинара. Хочу напомнить, что это уже наше третье заседание в рамках вот этого цикла вебинаров, и оно посвящено той же теме, которую вы, наверное, уже запомнили, те, кто участвовал регулярно. Анализ наиболее характерных ошибок, допущенных учащимися, допущенных, вот здесь очень важный момент, допущен, где, которые могут допустить, допущен, учащимися при сдаче ЕГЭ по физике методикой решения задач повышенной сложности. Сразу хочу ответить на вопрос, который мне часто задают, и я на него отвечаю одинаково. Откуда мы берем допущенные ошибки? Значит, есть совершенно официальная информация, которая доступна всем на сайте FIPI. Значит, на сайте FIPI регулярно публикуются аналитические отчеты FIPI каждый год и задания для подготовки экспертов по ручной проверке части C. И вот там очень много информации по реальным работам. Введены прямо фотографии этих работ, и можно вполне каждому их там посмотреть. И вот эти ошибки там очень часто можно заметить самому или с учетом вот тех замечаний, которые там есть. То есть это официальные данные. Я прошу прощения за повторение. Наверное, я должен это сделать, потому что часть слушателей подключились впервые, а для тех, которые уже слушали меня, это будет еще раз так сказать констатацией очень важного для меня факта. О чем вообще идет речь? Я говорил неоднократно, что мне не нравится вот эта фраза «готовить к сдаче ЕГЭ». Я думаю, что правильно говорить, готовить итоговую аттестацию. Потому что ЕГЭ – это фактически форма представления материала. Вот в старые времена, когда не было ЕГЭ, форма представления материала была другая. Это был экзамен в устной форме. Там были билеты, там были задачи. И таким образом выполнялась, проводилась итоговая аттестация. Поэтому, вот мне опять повторяю, мне кажется, что при подготовке к ЕГЭ лучше всего не пользоваться теми старыми заданиями или тестовыми заданиями, которые были в прошлые годы. Кстати, многие из них неизвестного происхождения, поскольку есть достаточно много интересных пособий, в том числе и задачников, которые, на мой взгляд, являются прекрасными пособиями для подготовки к ЕГЭ, особенно в части подготовки к задачам высокого уровня сложности, части С. Прежде всего, это известный стандартный задачник Гольдфа. Более того, я очень часто встречал в тестах напрямую взятые оттуда задания. Следующее замечание. Я опять хочу подчеркнуть те проблемы, которые стоят перед учителями, ну и, конечно, перед учащимися, в ходе подготовки к экзаменам по выбору, в частности, идет речь об экзамене по физике. В обычных классах, непрофильных, не все учащиеся выбирают экзамен в форме ЕГЭ. Физику я имею в виду. Некоторые выбирают химию, некоторые выбирают биологию и так далее, и так далее. И вот тут сталкиваются разные интересы. Как быть учителю в этой ситуации? Как быть учителем в этой ситуации? Я хочу, прежде всего, опять же, обратиться к статье... к статье Демидовой Марины Юрьевны, которая является ответственной за физику в ФИПИ, которая была опубликована в 2008 году. Вот я буквально зачитаю дословно. Предполагается, что те учащиеся, которые планируют продолжить свое образование в вузах физико-технического профиля, должны изучать физику на профильном уровне. То есть не менее 5 часов в неделю. Вот и все. Что значит все? Это значит, что у нас таких классов достаточно ограниченное количество. А как быть в сельских школах? А как быть в малокомплектных школах? Вот эта проблема, которую, наверное, должна каждая школа решать индивидуально. Каким образом они будут добирать эти 5 часов в неделю на подготовку школьников. Теперь, опять же, повторяю, что очень важно вот изначально правильно поставить задачу, правильно сформировать цели перед теми учениками, которые собираются сдавать или решили, что они будут сдавать ЕГЭ по физике, скажем, в 11 классе. Мне кажется, прежде всего надо очень твердо усвоить для себя, что математика физикам нужна, так сказать, утилитарно. Что нам в принципе нужно из математики знать? По большому счету решение прямоугольных треугольников, ну, я имею в виду с тригонометрическими функциями, действия с векторами, решение уравнения с одним неизвестным и систему уравнения с двумя неизвестными и различные виды зависимостей. Вот по большому счету это все. Ну, скажем, на первом этапе. Это все. Вот это должно быть четко отработано, ну, наверное, не только на уроках физики, но и на уроках математики. Здесь я говорил о межпредметной связи, и, может быть, стоит учителям физики и математики собраться и эту проблему каким-то образом для себя определить. Теперь, что касается физики, что нужно изначально знать учащемуся, чтобы дальше, в общем, грамотно готовиться к экзамену ЮГЭ по физике. Опять повторяю свой любимый пример. Вы приезжаете в чужую страну, вы не знаете языка, вы не можете общаться с окружающим миром. Нужно учить стандартные фразы наизусть, не особенно понимая, о чем вы говорите. Ну, я утрирую, конечно, ситуацию. Примерно то же самое с физикой. Если вы будете говорить с учеником, который не знает, что такое, например, перенесение, вы никогда не научите его понимать, о чем идет речь. То есть на первом месте выучить наизусть. Если хотите, вы изобретите. А вот понимание – это уже следующий этап. Я вас уверяю, что если ваши ученики выучат наизусть основные физические понятия, основные физические законы, то они в основном смогут решать задачи первой части А. Дело в том, что, как показывает практика, для того, чтобы нормально обучаться в высших учебных заведениях, нужно набирать не менее 60-65 вторичных баллов. Для этого нужно, конечно, решать полностью задание части А. И, естественно, желательно решать из части С тоже те задачки, которые входят под номером А. Вот в основном для этого нужна база. А вот следующий этап – умение применять эту базу развивается или проверяется частью В. А часть С – это уже умение использовать свои навыки в измененных ситуациях. В измененных ситуациях. То есть, вы понимаете, если вы с учениками прорешали, скажем, ну, я не знаю, утрируя та же ситуацию, там, 10 задач, скажем, уровня там С2 или С3 или С4, не нужно думать, что вы их подготовили к сдаче экзамена форме ЕГЭ по этой части. Немножко другой подход должен быть. Я чуть позже об этом подходе поговорю более подробно. Теперь непосредственно перейдем к третьему разделу, который называется «Электродинамика». Значит, я уже говорил на первом нашем семинарском заседании вебинара и на втором повторяю. На мой взгляд, главным, что должно существовать в голове ученика, после того, как он закончит обучение в средней школе, это единая, естественно, научная картина окружающего нас мира. И в этой картине первое место занимает понятие моделей. Причем модели не на языке домохозяйки, как мы очень часто говорим, уменьшенная копия. На самом деле вы прекрасно понимаете, что в физике идет речь совсем о другом. И вот, опять же, анализ тех ошибок за многие годы, которые допускают учащиеся при выполнении заданий разных разделов физики, говорит, что механика и геометрическая оптика лучше усвоены учащимися. А такие разделы, как электродинамика, например, или как волновая оптика идут гораздо хуже. Ну и молекулярная физика тоже в том числе гораздо хуже. С чем это связано? Я думаю, это связано с тем, что в этих разделах модели не укладываются в механические представления, которые формируются в нашем сознании. Человеческий мозг так устроен, что он мыслит только механическими моделями. И никаких других моделей он придумать не может. Как мы представляем себе электрон? Хотим мы этого или не хотим, это шарик с четко определенными границами, который вращается вокруг ядра, и мы понимаем, или мы знаем, что на самом деле ничего похожего в реальной жизни нет. В квантовой механике совершенно другие представления, на совершенно другом математическом языке, и там используются совсем другие модели. Но в курсе школьной физики нам такой модели вполне достаточно. Давайте рассмотрим внутреннюю структуру раздела электродинамика. Вот здесь на схемке я отразил две ветви, на которые разделяется электродинамика. Левая ветвь это неподвижные заряды, которые приводят к так называемой электростатике со своими законами, со своими формулами, но это ветвь, которая на этом заканчивается, как типовая в этом смысле. Вторая ветвь, движущаяся зарядой, разделяется на две части. Левая часть постоянный ток, правая часть переменный ток. Постоянный ток приводит к ветви, которая называется магнитостатика, то есть постоянное магнитное поле тоже фактически ветвь на этом заканчивается. А вот вторая ветвь наиболее интересная переменный ток, которая приводит к переменному электрическому и к переменному магнитному полю, тесно связанному между собой и создает так называемую электромагнитное поле. Кстати, сейчас я вам хочу очень интересную вещь на мой взгляд рассказать. Она, конечно, не для школьников, а просто для учителей с точки зрения, так сказать, общей структуры, общего понимания вообще о чем мы говорим. Как вы знаете, сейчас основная задача физики создать единую теорию поля? Ну, пока это не удалось. Но что интересно, вот это, наверное, какая-то загадка природы, заключающаяся в том, что в электродинамике удалось создать единую теорию электродинамики, которая заключена в четырех уравнениях Макс. В курсе общей физики они изучаются достаточно подробно и там с ними работают. Так вот, понимаете, как можно было бы, например, в ВУЗе преподавать электродинамику? Представьте себе, преподаватель на первой лекции выходит к доске, записывает четыре уравнения Максвелла и говорит, до свидания, мы теперь переходим к практике применению этих уравнений к решению задач. И все. Почему? Потому что в этих четырех уравнениях заключена вся электродинамика. Так сделать нельзя. по одной простой причине. Дело в том, что эти четыре уравнения Максвелла основаны на математике, изучение которой происходит после того, как в физике возникает необходимость в этих уравнениях. То есть теория поля, фактически, о которой идет речь, она возникает позже. Поэтому именно из-за этого нельзя поступать таким образом. А по идее сначала нужно поговорить о теории поля, вести понятие ротора, дивергенции и так далее, и так далее, потока. И после этого только можно говорить о правильном и четком понимании уравнений Максвелла. Поэтому они как итог в конце возникают. Но на самом деле нужно помнить, что в электродинамике это удалось сделать. Я уже говорил, что даже в рамках модельного представления очень сложны понятия этого раздела. Вопрос простой. Что такое электростатическое поле? Или зачем вообще физике нужно понятие поля? О каком поле мы говорим? О чем вообще речь? Но представьте себе, у нас имеется один заряд, рядом, на некотором расстоянии другой заряд. Как возникает между ними сила взрыва? Взаимодействие. То есть на языке домохозяйки как один заряд чувствует другой. Понимаете, это очень идеологически сложный момент. Кстати, этот вопрос возникал гораздо раньше еще и в механике. Почему-то в механике мы об этом не говорим. А ведь гравитационное поле там именно возникает понятие гравитационного поля. Когда мы говорим, что поле это особый вид материи, ничего нового к определению поля мы не добавляем. А как же нужно давать определение поля? На самом деле нужно давать определение или понятие электростатического поля или любого другого поля только через его свойства. Электростатическое поле возникает вокруг неподвижного заряда. То есть источником поля является заряд. Электростатическое поле действует на другой пробный заряд, помещенный в это поле с некоторой силой. То есть я бы сказал так. сдвинуть с места неподвижный электрический заряд может только электростатическое поле. Это очень важный, принципиально важный момент. И другого определения поля быть не может. То есть после того, как мы эти свойства поля сформулировали, мы говорим, поля это то, что существует независимо от нас. Оно реально, это поле? Реально. Почему? Оно обладает массой, оно обладает энергией, оно обладает импульсом, то есть реальными какими-то свойствами. Другое дело, что наши органы чувств не позволяют его обнаружить, но это не означает, что поля не существует. Оно есть. И вот очень такой, мне кажется, принципиально важный момент. Понимаете, мы все-таки с вами хотим воспитывать не ну простите в кавычках обезьян, которые повторяют заученные действия, мы хотим воспитывать мыслящих людей, которые в дальнейшем будут участвовать в каких-то исследованиях, какие-то работы выполнять, то есть уметь логически мыслить и так далее, и так далее. И вот на уровне подготовки к ЕГЭ мы часто об этом забываем. И мы говорим, мне кажется, что мы должны больше внимания уделять именно физическим проблемам, которые возникают при подготовке к ЕГЭ. Вот простой, а на самом деле непростой вопрос. Мы взяли мелкую бумажечку, нарвали мелкую бумажечку, положили на стол, наэлектризовали пластмассовую расческу, скажем, путем поглаживания по волосам, поднесли к этим бумажечкам. Они начинают притягиваться. Не кажется ли странно? Да, пластмассовая расческа приобрела отрицательный заряд. Но ведь кусочки бумаги не заряжены. Откуда же возникает это взаимодействие? Вот спросите своих учеников в 11 классе, могут они объяснить или не могут. как на самом деле это надо объяснить? Значит, у нас есть два типа вещества по отношению к заряду. Один тип называется металл, или как мы их называем, проводники, а второй тип изоляторы. Значит, в металлах существует так называемая кристаллическая решетка, в узлах которой расположены неподвижные ионы или атомы, а вокруг них свободно могут перемещаться отрицательно заряженные электроны. Такой бульон, суп, в котором эти электроны плавают. В изоляторе совсем другое внутреннее строение. Там существуют так называемые молекулы. И вот я недаром нарисовал их в виде таких сигар, потому что идет речь вообще говоря о неполярных молекулах. И внутри этих молекул положительный отрицательный заряд, сдвинутый друг относительно друга, и возникает некоторое внешнее нескомпенсированное электрическое поле, так называемое диполь. А мы знаем, что у диполя есть внешнее поле. Несмотря на то, что молекула в целом нейтральна, вокруг нее существует внешнее электрическое поле. В этом все дело. Если мы помещаем в электрическое поле металл, то понятно, что электроны под действием поля смещаются в противоположную сторону, а атомы положительно заряжены остаются на местах, возникает так называемое явление электростатической индукции разделения заряда. Когда же мы помещаем изолятор, никакого смещения нет, а происходит просто поворот диполя или молекул, так что они становятся параллельно полю, и на его концах этого изолятора выступают нескомпенсированные заряды, положительные третали. Именно в этом и заключается смысл притяжения. Когда мы подносим заряженную расческу, возникает на поверхности бумажечных нескомпенсированных зарядов и возникает сила притяжения. Кстати, неважно, какой заряд мы подносим положительный электрический. Следующий вопрос, который я хочу обсудить, это явление электромагнитного я, может быть, немножко такими кусками работаю. Понятно, что за время вебинара невозможно все охватить подробно, но я такие наиболее интересные моменты ключевые беру, где чаще всего ошибаются учащиеся. Электромагнитная индукция безумно сложная тема. Какие здесь базовые знания необходимы? Вот базовым знанием является следующее. Я уже говорил, электрическое поле действует на неподвижные заряды, то есть может сдвинуть их с места. Магнитное поле действует на движущиеся заряды, то есть не действует на неподвижные заряды и не сможет сдвинуть их с места. Давайте посмотрим, как эти базовые знания позволят нам объяснить физический принцип работы трансформатора. Известно, что трансформатор преобразует или трансформирует только переменный ток. Почему же это невозможно для постоянного тока? Представьте себе, в первичной обмотке трансформатора течет постоянный ток. Мы знаем, что из этого плакатика следует, что постоянный ток вызывает постоянное магнитное поле и все. И все. значит, вокруг проводника с током постоянное магнитное поле, это постоянное магнитное поле проникает во вторичную обмотку трансформатора, но, как мы только что сказали, магнитное поле действует на движущиеся заряды. А ведь у нас во вторичной обмотке, ну, это металл, электроны свободные и магнитное поле не может их сдвинуть, электрический ток не возникает. Теперь посмотрим, что же происходит, если в первичной обмотке трансформатора течет перемена. Согласно вот этой картинке, переменный ток приводит к появлению переменного магнитного поля. Значит, но ведь вы понимаете, что происходит? Это переменное магнитное поле проникает во вторичную обмотку, но магнитное поле, если оно переменное, само магнитное поле ведь не может сдвинуть место неподвижной электроны. Значит, что должно произойти? А должно возникнуть электрическое поле. Оно, правда, новое по сравнению с электростатическим полем. Это так называемое вихревое поле. Но именно электрическое поле, это вихревое, оно и сдвигает электроны и приводит к возникновению переменного тока. Вот такая идея, которая объясняет физический принцип работы трансформатора. Надо сказать, что задачи типа С1, качественная задача, как правило, на молекулярную физику и на электродинамику. На механику практически очень мало, можно сказать, даже их единицы. А вот на электромагнетизм много. Вот давайте рассмотрим пример такой задачи, типа С1, качественная задача. Электрическая цепь состоит из гальванического элемента, реостата переменного сопротивления, трансформатора и измерительных приборов амперметра и вольтметра. В начальный момент времени ползунок реостата установлен посредине неподвижен. А вот прежде чем я прочитаю дальше вопрос, я хочу внимание, вот на что обратить. Когда ваши ученики берут в руки тесты и начинают читать задачи, у них не должно возникать желания сразу, я имею ввиду задачу С1, сразу отвечать. Почему? Нужно первое что сделать очень внимательно прочитать вопрос. И очень часто правильно читая вопрос, мы видим некоторые подсказки. Здесь подсказка прямая, опираясь на законы электродинамики. То есть если вы просто объясните, как будут меняться показания приборов в процессе перемещения ползунка реостата влево, то вы не получите максимальные 3 балла. Вы можете получить 2 или 1, но мы это проиллюстрируем на конкретный пример. Итак, опираясь на законы электродинамики, объясните, как будут меняться показания приборов в процессе перемещения ползунка реостата влево. Проводим физический анализ схемы. Значит, мы видим, что у нас имеется так называемая замкнутая цепь, которая содержит источник тока и внешний участок цепи. Цепь замкнута, в ней будет течь постоянный ток и, соответственно, нам антиметр покажет некоторое постоянное значение силы тока. Идем дальше. Трансформатор. Через первичную обмотку течет постоянный ток. Мы только что сказали, что постоянный ток не трансформируется. Значит, во вторичной обмотке тока не возникает. Значит, что нам покажет вольтметр? ноль. Ноль. Вот смотрите, что здесь написано. В решении задачи должен быть в явном виде представлен ответ на вопрос, как будут изменяться показания приборов. Ответ. Во время перемещения движка реостата показания амперметра будут увеличиваться, а вольтметр будет регистрировать напряжение на концах вторичной обмотки. Вот вы понимаете, вы ответили на вопрос, но частично, ведь там было что сказано, объяснить. Что должно включать объяснение? Следующие шаги. Изменение сопротивления реостата происходит. К чему это приводит? К изменению силы тока в цепи. А на основе какого-то закона. Изменение магнитного потока. к чему приводит к возникновению ЭДС? На основе какого-то закона. Какой закон описывает первый шаг? Закон ОМО для полной цепи. Второй шаг закон Фарадея. Кстати, законы можно записывать либо в формулу, либо просто упоминать их название. В данном случае удобнее именно в виде формулы писать, например, закон ОМО. Почему? Посмотрите, закон ОМО для полной цепи. Здесь R внешняя нагрузка. Если мы перемещаем движок реостата влево, сопротивление будет уменьшаться. У нас знаменатель уменьшается. Числитель остается постоянным, сила тока растет. не учитывая явление самоиндукции. Потом мы еще об этом поговорим. Дальше. Поскольку в первичной обмотке переменный ток, во вторичной возникает переменный магнитный поток, который в соответствии с законом электромагнитной индукции Фарадея создает ЭДС индукции и вольтметр показывает напряжение на контакт вторичной обмотки. Вы знаете, я бы по большому счету, правда, это не следует из условия. Такой еще вариант проанализировал. А показания вольтметра будут постоянны при движении движка реостата или нет? Вы знаете, на мой взгляд, это тоже интересный вопрос. Ведь если у вас будет скорость изменения магнитного потока постоянно, еще раз повторяю, чтобы вы поняли, что я сказал, ДФ по ДТ это скорость изменения магнитного потока. Если она постоянно, а как ее делать постоянно? Двигать, перемещать движок реостата равномерно, тогда у вас показания вольтметра будут постоянны. Если у вас будет поток изменяться неравномерно, например, вы будете увеличивать скорость перемещения движка, тогда у вас будет показания вольтметра не постоянно, будет возрастать. Вот это такая тонкость, но фактически она здесь как не участвует в вопросе. Давайте рассмотрим реальные варианты решения этого задания и прокомментируем их. Значит, вот следующее решение было оценено в 2 балла. То есть 1 балл сняли. Давайте посмотрим, за что же этот сняли 1 балл. При перемещении ползунка риостата влево сопротивление риостата уменьшается. Да. Риостат-трансформатор соединит последовательно, через них течет общий ток. По закону Ома для полной цепи он имеет такой вид. Да. ЭДС-самоиндукция пренебрегаем. Следовательно, при уменьшении общего сопротивления цепи и ток в ней увеличивается, а показания амперметра возрастают. Да. По закону электромагнитная индукция при увеличении силы тока в цепи магнитный поток увеличивается, возникает ЭДС, препятствующий и так далее, и так далее. И дальше, внимание, показания вольтметра сначала останутся прежними. Вот непонятно, какими прежними. Ведь их не было, а затем возрастут. Ясно, что именно за это и 1 балл сняли. То есть вопрос, ответ на вопрос о показаниях вольтметра не совсем правильный. Я бы сказал, совсем не правильный. Решение номер 2. Два балла сняли. При перемещении ползунка влево сопротивление цепи будет уменьшаться, сила тока увеличивается. Да. Во время перемещения в катушке меняется ток магнитный поток в первичной обмотке, возникает ЭДС во вторичной, а вольтметр покажет. Да. Я надеюсь, вы поняли, почему сняли 2 балла. Нет указания ни на один из законов. То есть ответ правильный. Не дан, не приведен ни законом для полной цепи, ни явлений к демокам. Очень четко понятно. 0 баллов. То есть ничего не дали. При смещении ползунка реостата ток увеличивается. Да. Следовательно, в первой катушке возникает магнитное поле. Ну, возникает. Которое по закону самоиндукции во второй катушке возникает. Тут и с русским языком проблема, честно говоря. Но неважно. Показания амперметра увеличиваются, вольтметра увеличиваются. Нет ни правильного ответа, ни физических законов. Хотя попытки какие-то были. Вот, понимаете, я все-таки думаю, что нужно вашим ученикам прививать такую мысль. Не сдавайте, пожалуйста, чистые листы с ответами на вопросы части С. Очень часто я покажу вот некоторые детали, которые могут дать вам хотя бы один балл. А вы не забывайте, что один балл первичный, а во вторичном балле увеличивается в два раза. Вот на эту же тему задача типа С4. Значит, задача типа С4 – это задача на электродинамику с полным решением и с полным объяснением. Которая проверяется вручную. Эксперт. Значит, по поводу схемы. Я думаю, что здесь схема не нужна. Она никакой принципиальной новизны не несет. И я думаю, что… Ну, если вы нарисуете, ничего страшного не произойдет. Но, в принципе, можно ее и не рисовать. Электрическая цепь состоит из источника тока и реостата. ЭДС – источник, внутреннее сопротивление. Сопротивление реостата можно изменить. То есть, это замкнутая цепь, и в нагрузке стоит реостат с переменным сопротивлением. Известны пределы изменения этого. Чему равна максимальная мощность тока, выделяемая на реостате? Вот я сразу вас уверяю. Если вы возьмете в руки культфар, то вы наверняка там найдете эту задачу. Или, если вы знаете эту задачу, то вы должны помнить, что максимальная мощность, когда возникает, когда сопротивление нагрузки равно внутреннему сопротивлению источника тока. Вот понимаете, какая штука? Вот, казалось бы, если вы это знаете, можем ли мы это использовать сразу? На самом деле нет. Я консультировался по этому вопросу и с экспертами, и с многими другими. Ну, пример. Например, движение тела, брошенного под углом горизонта. Нужно найти дальность полета. Формула ведь известна. Можете ли вы ее использовать как готовую формулу? Ну, вот говорят, что нет. Надо ее выводить. Я не знаю, я могу соглашаться, могу не соглашаться с этим, но это, как говорится, клинический факт, и нужно об этом помнить и учить учащихся именно вот этой детали. Значит, что нужно делать в этой задаче? Мы пишем формулу для мощности У на И и для закона Ома для полной цепи. Объединяя их, получаем формулу вот эту. Мне какой-то вопрос. А что ради я вот эту формулу, вот эту и эту использовал? А я хочу сказать, что здесь условие, опять повторяю, внимательно читайте условия задачи. Ведь здесь есть ключевая фраза, которая является путеводной нитью к решению этой задачи. Смотрите, чему равна максимальная мощность? Это слово максимальное ключевое. Максимальное, минимальное. Опытный педагог сразу понимает, что здесь идет речь о чем? Об экстремуме функции. Задача на минимум или максимум. А раз так, значит что? Вот эта вот техника нахождения экстремума. Производная приравнивается к нулю и так далее, и так далее. То есть надо составить, вернее, не составить, в прошлом случае, найти зависимость мощности от силы тока и дальше уже с этой формулой работать. Вот мы и сделали то, что я сказал. Нашли зависимость мощности от силы тока. Находим производную этой функции по силе тока. Считаю, что ЭДС и Р маленькая, постоянные. И приравниваем к нулю, получаем силу тока, которая обращает в ноль эту производную. То есть это максимальная сила тока. А раз максимальная сила тока, значит получается максимальное значение мощности. А дальше можно сделать следующую вещь, хотя повторяю, опять она здесь необязательна, но может быть как-то она и интересно будет вам как преподавателя. Построить график зависимости мощности от силы тока. Вот эта вот кривая, П от И, ну видно, да, что это П от И имеет такой вид. Значит, в этой точке у нее максимум, при Е делить на 2Р получается максимум. Значит, максимальная мощность достигается при Р равном Р маленькой. Как раз об этом я и говорил. Понимаете, вообще это известный факт. Но, но, он не использован как изначальный результат. Мы его получили как свой. А дальше обращаем внимание. Принципиально важно. Посмотрите. Здесь подставлены числа. То есть вот рабочая формула. Вы не можете сразу писать, равняется 4,5 ватт. А вам 1 балл, скушают сразу. Вот тут, ну, единственное, что может быть здесь еще недостаток. Надо было бы еще вот здесь тоже стеки размерность указать. Ну, можно, в принципе, если в одной системе СИ, так писать. То есть подставлять обязательно числа. И получить итоговый результат с указанием размерности результата. Что мы имели реально? Реально. Ну, я понял. Я потом отвечу на этот вопрос, если можно. Хотя мне не совсем. Там вот мне тут подсказывают, что тут был вопрос. Не определена мощность в крайних значениях сопротивления. А, честно говоря, не совсем понимаю, зачем она вам нужна. Вам нужна максимальная мощность. А вы увидели, что максимальная мощность достигается при r, равном r. И, ну, можно почитать в крайних точках. Но она, на мой взгляд, вам не нужна. Так, дальше. Вот реальное решение. Смотрите, здесь сделан чертеж. Ну, сделан-сделан. Формула приведена. Одна для мощности. Формула для... Закон о уме для полной цепи. А дальше видим, смотрите. Вот то, о чем я говорил. Видите, n будет максимален при r, равном 2. Ну, во-первых, непонятно, откуда вдруг 2. Это мы с вами знаем, что r равно r маленькое, r маленькое равно 2. Пользовал автор этого задания. Сразу использовал, значит, вот это. Вы знаете, на мой взгляд, я бы, например, снял 2 балла. А тут снят только 1 балл. Ну, это уже на совести эксперта остается. Вот здесь снят 1 балл. Ну, примерно та же самая ситуация. И опять же, используется готовый результат. Хотя вот тут производная взята. Производная взята... А, вот в чем здесь дело. Здесь неправильный расчет. Смотрите. Все правильно сделано. Производная взята. Правильно получается r равно 2. Но вычислительная ошибка. По 17 баллов. И из-за этого сняли 1 балл. Из-за вычислительной ошибки. Ну, вот это вот решение уже как бы... То есть здесь вот оно написано от руки, а здесь оно расшифровано. Да. Дано полное решение, но сделана вычислительная ошибка. 1 балл сняли. Ну, здесь вот в этой ситуации записаны... Вот то, о чем я говорил. Записаны только исходные формулы. Дальше ничего нет. И ответ неправильный. Ну, 1 балл, тем не менее, поставили. Вот, пожалуйста, 1 балл заработаем. Значит, очень низкий процент выполнения заданий, которые связаны с задачами на идеальной колебательной теме. Вообще, с колебательным контуром большие проблемы с решением задач на колебательной теме. Какие бывают задания? Какого типа? Например, в таблице задана временная зависимость напряжения на конденсаторе или, например, силы тока в катушке индуктивной. Если дана сила тока, если приводится в таблице сила тока, то дана амплитуда. Наоборот, если приводится сила тока, дана напряжение. Короче говоря, требуется найти либо электроемкость конденсатора, либо индуктивность катушки. Вот это безумно сложные задачи для учащихся, и они вызывают достаточно большие затруднения. На самом деле идет речь о том, что в колебательном контуре у нас на самом деле что там есть? У нас есть формула Томпсона и закон сохранения энергии. Вот что нужно знать про колебательный контур. Какие затруднения? Путаница с сервенометрическими функциями. Это однозначно. Для силы тока используется эта формула, которая справедлива для постоянного тока. Они понимают, что в катушке индуктивности течет переменный ток, который меняется по гармоническому закону. И так далее, и так далее. Вот еще один такой участок, где часто допускают ошибки. Я вот взял некоторый кусочек из аналитического отчета ФИПИ. Ну, можно соглашаться, можно не соглашаться. Однако, что здесь написано? Группа заданий, проверяющих особенности протекания различных физических явлений, в целом, выполняется несколько хуже, чем задания на применение законов и форм. Однако, с каждым годом ситуация становится лучше. Честно говоря, я не увидел улучшения ситуации на применение законов и явлений, вернее, на исследование протекания различных процессов. Мне кажется, что наоборот, ситуация только ухудшается. По крайней мере, я работаю на физическом факультете Южного федерального университета много лет на первом курсе. И замечаю, что с каждым годом приходят все более слабые студенты с все более слабым базовым уровнем, базовыми знаниями. Вот опять же, обращаясь к аналитическому отчету, анализ ошибочных ответов в таких заданиях показывает, что недоработки связаны не с формулой «мень», которые явно усвоены хорошо и правильно используются, с чем я категорически не согласен, а с пониманием сути физических процессов и явлений. Вот на первом курсе, опять же, я не знаю, нормально это или не нормально, на первом же занятии возникают проблемы с определением понятия перемещения и пути. То есть разница между путем и перемещением просто не усвоена, и о какой дальнейшей работе можно говорить в этой ситуации. Давайте мы рассмотрим пример задания, в котором требуется знание вот этой базы, о которой я все время говорю постоянно. В некоторой области пространства создано однородное магнитное поле. Квадратная металлическая рамка площади S движется через границы области с постоянной скоростью, направленной вдоль плоскости рамки, перпендикулярно вектору магнитной индукции B. При этом индукция, генерируемая в рамке, равна E. Ну, это число E. Какой станет это E, если также будет двигаться квадратная рамка площади 4S, изготовленной с того же материала? То есть мы в 4 раза увеличиваем площадь. Знаете, вот если бы не было ответов, вот здесь, то можно было бы ожидать стандартного ответа 4E. Ну, так вот, навскидку, да? Ну, в 4 раза площадь увеличили, а почему в 4 раза не увеличите D? Но здесь нет ответа 4E. Понимаете, это должно заставить задуматься о сути задания. И вы знаете, какой наиболее частый ответ неверный? Первый, E на 4. Это вообще непонятно. То есть статистика показывает, что частый ответ 1, но он неверен. Ну, площадь увеличили в 4 раза, почему же должна EDS уменьшиться в 4 раза? А что на самом деле здесь происходит? Значит, во-первых, я не буду обсуждать, что вектор индукции магнитного поля направлен перпендикулярно за плоскостью. Это понятно. Значит, важно понимать, где индуцируется EDS. Вот в этой части рамки. В этой части рамки. Здесь ничего не индуцирует. Значит, на концах этого проводника возникает разность потенциала EDS. И что происходит? Если мы площадь рамки увеличиваем в 4 раза, то сторона-то увеличивается в 2 раза. Значит, EDS увеличивается в 2 раза. Вот вам сразу ответ. Пожалуйста, знание базой дает нам мгновенный ответ. Еще пример на... Вот посмотрите, здесь два одинаковых электрометра изображены. Оба заряжены положительно. Значит, на одном стрелка стоит на отметке 3 единицы, а на другом на отметке 1 единица. Каким станут показания электрометров, если их шары соединить в пробу? Вот вы знаете, я сейчас хочу немножечко поговорить о тактике и стратегии решения заданий с выбором ответа. Я вижу два подхода к решению таких заданий. Один из них, я не говорю хуже, лучше, но один из них такой. Не смотреть на ответы, а пытаться самим найти ответ. Считая, что он правильный, искать его среди ответов. Вариант. Второй вариант. Перебирать, последовать на все ответы и, так сказать, примерять, искать, какой из них наиболее правильный. Давайте попытаемся пойти по первому пути. Значит, считая, что мы хотим найти ответ сам. На самом деле здесь идет речь об основном законе электростатики, а это закон сохранения заряда. Значит, если считать, что это замкнутая система двух электрометров, то суммарный заряд равен 4 единицам. Если мы соединяем проволочкой, то этот суммарный заряд равномерно распределится между ними. То есть 3 плюс 1 – 4, пополам – 2. Значит, показания будут одинаковые и равны 2. Это сразу эти. Кстати, большинство неверных ответов распределялись между первым и последним. Ну вот, это статистика. Еще на задание С1. Значит, очень часто сдают, я уже говорил об этом, сдают листики с чистыми местами. И мне кажется, это в принципе неверно, хотя можно, в общем-то, здесь какие-то баллы добывать. Давайте рассмотрим вот эту задачу. Ну, здесь не нарисована цепь, я думаю, что рисунок понятен, хотя, может быть, не очень, я сейчас поясню. Значит, на рисунке показана электрическая цепь, содержащая источник, а два резистора, ну, два, бог с ним, ну, резистор, конденсатор, ключ, амперметр и вольтметр. Значит, если у вас конденсатор, если у вас крючка не замкнут, не замкнут, то у вас ток в схеме не течет. И показания амперметра и вольтметра нулевые. А если вы замыкаете, возникает что-то. Давайте посмотрим, что здесь можно ответить. Так как на рисунке цепь постоянного тока, то конденсатор разрывает эту цепь. То есть, вы понимаете, здесь принципиально важно, что конденсатор включен в цепь постоянного тока, вы тем самым показываете, что вы понимаете, так сказать, роль конденсатора в цепи переменного и постоянного тока. Раз цепь разомкнута, понятно, что и амперметр, и вольтметр показывают что? Амперметр показывает нулевой ток, а вольтметр, подключенный к источнику, подказывает ЭДС, источника тока. Что происходит при замыкании ключа? Появляется ток. Амперметр покажет. А вот показания вольтметра уменьшаются. А почему же уменьшаются показания вольтметра? Давайте подумаем, что мы можем привлечь для объяснения, почему же уменьшаются показания вольтметра. Закон ОМА для полной цепи имеет такое следствие. То есть из закона ОМА для полной цепи можно записать, что напряжение на источнике определяется как разность между ДС-источником и работой сторонних сил. То есть падение напряжения на внутреннем сопротивлении. Ясно, что когда у нас начинает течь ток через источник, то напряжение уменьшается. Итак, ответ. Показания амперметра станут отличными от нуля, а показания вольтметра уменьшатся. Это ответ и объяснение, о котором я говорил, оно выделено в шрифт. Теперь обратимся к заданиям C26, то есть к заданиям части C4. Я хочу зачитать инструкцию, которая помещена в каждой экзаменационной работе. Смотрите. Полное, правильное решение каждой задачи C26 должно содержать законы и формулы, применение которых необходимо и достаточно для решения задач, а также математические преобразования и расчеты с численным ответом. Итак, законы и формулы, математические преобразования и расчеты с численным ответом. И внимание, то, на чем теряют балл, просто бездарно отдавая его проверяющим. Дополнительно в решении должны быть описаны вновь вводимые буквенные обозначения физических величин и при необходимости обосновано применение используемых законов и положений теории. Вот для каждого проверяющего есть так называемая обобщенная схема оценивания. При ручной проверке каждый проверяющий должен руководствоваться схемой оценивания. Что здесь записано в этой схеме? Записаны положения теории физические законы, закономерности, применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом. В данном случае перечисляются законы и формулы. Раз. Второе. Описаны все вновь вводимые в решении буквенные обозначения. Значит, что значит вновь вводимые? Если у вас в условии задачи указано, например, одно тело движется со скоростью v1, равное 2 метра в секунду, второе тело движется со скоростью v2 5 метров в секунду, то вы можете использовать эти обозначения v1, v2 в решении без дополнительных обоснований. Если вы вводите скорость, например, v3 после упругого соударения или неупругого соударения, без объяснений, вам снимут немедленно один балл. Кстати, константы, которые указаны в вариантах Кима, тоже могут без дополнительных объяснений использоваться. Например, гравитационная постоянная, постоянная Больтсмана и так далее, и так далее, и так далее. То есть те, которые внесены в задания. После этого проведены необходимые математические преобразования и расчеты, приводящие к правильному ответу. Допускаются решения по частям с промежуточным логическим. И последнее, предоставлен правильный ответ. Вот, пожалуйста, обратите на это внимание, чтобы ваши ученики из-за каких-то, может быть, ну, так сказать, я не знаю, глупых ошибок не теряли честно заработанные баллы. Так, ну, тут опять, в общем, более подробно то, о чем я только что говорил. Давайте рассмотрим пример решения вот такой задачи. Опять же, на С1. Катушка, обладающая индуктивностью L, соединена с источником питания СДС и двумя одинаковыми резисторами. Здесь показана электрическая цепь. В начальный момент ключ разомкнут. В моменте, равное нулю, ключ замыкает. Это все условия. Ключ замыкают, что приводит к изменению силы тока, регистрируемых амперметром, как показано на ретонке 2. Основываясь, вот, смотрите, ключ. Основываясь на известных физических законах, объясните, почему при замыкании ключа сила тока плавно увеличивается до некоторого нового значения E1 и определите значение силы тока внутренним сопротивлением источника при негречи. Надо максимально стараться извлечь всю информацию из рисунка, из условия. Давайте посмотрим, что было до замыкания ключа. Значит, до замыкания ключа у вас была замкнутая цепь, вот я показываю ее, по которой шел постоянный ток, подчеркиваю, постоянный. Именно это отражено на графике. Сила тока 3 ампера. Что происходит в момент замыкания ключа? В момент замыкания ключа у вас фактически скачком резко уменьшается сопротивление в 2 раза. И вообще говоря, по закону Ома, если у вас сопротивление уменьшается, то сила тока должна увеличиться. Но вопрос-то в чем? В том, почему она увеличивается. Почему она плавно увеличивается. А какова роль катушки? А вот как раз в этом роль катушки. Индукционный ток. Значит, давайте посмотрим возможное решение. Значит, мы видим, что падение напряжения на внешнем участке цепи и на R общее будет складываться из ЭДС, которая выдает источник тока, и ЭДС индукции, которая возникает в катушке. Но ЭДС индукции имеет отрицательный знак. Почему? А потому что согласно закону электромагнитной индукции Фарадея здесь стоит знак «минус». О чем он говорит? Он говорит, что по правилу Ленца индукционный ток имеет такое направление, что он препятствует всякому изменению первичного тока, вызвавшего этот магнитный поток. Значит, если у вас тело тока растет, а мы говорили, что оно должно расти, то у вас индукционный ток будет иметь противоположный знак «минус». Понимаете? И он при замыкании ключа, несмотря на то, что скачком уменьшается сопротивление, в следствии ЭДС индукции сила тока возрастает плавно. До какого значения? Ну, у вас сопротивление в два раза уменьшилось, но сила тока в два раза возросла максимальная. Честенки? Честенки? Еще одна интересная задача. Вот такая схема. Значит, здесь ЭДС источника, два конденсатора, два резистора. Заданы все значения. Значит, в начальном состоянии ключи разомкнут, конденсаторы не заряжены. Понятно, почему они не заряжены, потому что они не подсоединены к источнику, не этот, не этот, и нет разности потенциалов на их концах, конденсаторы не заряжены. Через некоторое время после замыкания ключа в системе установится равновесие. Какое количество теплоты выделится в цепи к моменту установления равновесия? То есть, вы понимаете, здесь идет речь о растягивании процесса зарядки во времени. Значит, понятно, что процесс зарядки происходит достаточно быстро. Но нас интересует как раз вот этот момент, когда происходит установление равновесия. А в момент установления равновесия ток-то какой? Переменный. К чему это приводит? Смотрим. Значит, после установления равновесия ток через резисторы прекратится. Понятно, что ток через резисторы прекратится. И у вас вот этот конденсатор, что пока, вернее, на этом конденсаторе, какое будет напряжение? Будет напряжение, равное ДС. То есть, на конденсаторе С1 напряжение, равное ДС. Но ведь на втором-то конденсаторе напряжение будет ноль. Почему? А вы посмотрите. Он фактически замкнут накоротко. Проводником. И на нем установится напряжение. То есть, первоначально через него протекал какой-то переменный ток. Ну и бог с ним. Но в конце, в конце напряжение станет равным нулю. А теперь закон сохранения или изменения энергии, как хотите. Значит, через батарею пройдет заряд. Какой заряд пройдет через батарею? Мы знаем, что заряд равен произведению емкости конденсатора С1 на его ЭДС. Значит, при этом энергия заряженного конденсатора в конце, после всех процессов, станет равной С1 на Е2 на 2. При этом сторонние силы источника совершили работу по переносу заряда внутри источника. Эта работа равна Ку на Е. Мы можем ее посчитать. И если мы от работы сторонних сил отнимем энергию заряженного конденсатора, у нас как раз останется тот кусочек, который перейдет к теплоту. То есть, вычитая из АW, мы получаем вот это как рабочую формулу. Дальше, поставив значение физических величин, получим ответ 0,3 джоли. Кстати, вот здесь хорошо бы было поставить равенство и подставить числа, то, о чем я говорил. Так, ну, уважаемые коллеги, я хочу перейти к заключительной части нашего вебинара. Я понимаю, что, наверное, много осталось, так сказать, за кадром, но, к сожалению, мы ограничены во времени. Поэтому я скажу несколько слов о учебно-методических материалах издательства «Легион», с которым я сотрудничаю уже много лет. Ну, примерно 7 лет. Я сотрудничаю с создательством «Легион», мы с авторами выпускаем, уже выпустили порядка 40 учебно-методических пособий по подготовке к ЕГЭ и ЕА. Я уже говорил, что очень часто учителя пользуются для подготовки к ЕА или к ЕГЭ. Про ЕА у нас будет отдельно вебинар. Теми материалами, которые они берут либо из демо-версий, либо из тех изданий, которые можно приобрести, и не всегда они, ну, скажем так, корректные, с исключением издания с грифом «ФИПИ». Эти издания, конечно, корректные. Но я обратил внимание, вы тоже, наверное, обратили внимание, что кроме последнего года, пожалуй, эти издания «ФИПИ» были построены по такому принципу. Брался один вариант, и этот вариант как бы в разных числовых цифрах размножался, скажем, в 10 вариантах. На самом деле шла речь об одном варианте. Понимаете, программа школьного курса физики на самом деле очень широка. И заранее предусмотреть, что попадется, какая тема попадется вашему ученику, невозможно. И поэтому готовить по таким изданиям надо, понимая, что, вообще-то говоря, вы, может быть, совершаете некоторую ошибку, заужая область тех тем, которые могут попасться на экзамен. Вот в чем особенность наших учебно-методических материалов? Если вы обратите внимание на прошлые издания, в основном касающиеся основной книги ЕГЭ, там было мало соавторов. Три, два, три соавтора. В последнее время, вот в этом году, у нас уже число соавторов приближается к десяти. Это не просто прихоть наша, а это сознательно, мы на это идем, вот почему. Значит, у нас все соавторы имеют достаточно большой практический опыт работы в школьных учебных, высших учебных, прошу прощения, в общеобразовательных учебных заведениях и в вузах. И поэтому, вот используя этот опыт, их опыт практически, и те разнообразные мысли, с которыми они приходят к нам в издательство, мы получаем достаточно большое перекрытие всей программы школьного курса физики. Какова структура наших изданий? Значит, можно разделить на несколько групп. Первая группа – это сборники тестовых заданий ОЕГ и ГИА, которые ежегодно возобновляются, тематические пособия, учебно-методические пособия для промежуточной аттестации и рубежного контроля, пособия для подготовки к предметным олимпиадам и пособия для учителей и методистов. Вот я вам представляю учебно-методический комплекс, который называется «Готовимся к ЕГЭ». Здесь представлены обложки трех наших книжек. Значит, первая книжка называется «Подготовка к ЕГЭ-2014». Дело в том, что мы каждый год используем кимы, которые публикуются в начале года. Вот в этом году уже опубликованы кимы по физике в 2014 году. Правда, там стоит гриф «Проект», но, как правило, они, если проект, то уже они не меняют. Значит, к этому пособию решебник «Подготовка к ЕГЭ-2014» и, соответственно, тематические тесты для подготовки к ЕГЭ, которые разбиты по разделам физика, то есть, прошу прощения, механика, электродинамика, молекулярная физика, оптика и квантовая, атомная физика. Там в каждом разделе варианты, которые содержат достаточно большое количество тестовых заданий в форме ЕГЭ. Пособия «Готовимся к ЕГЭ-9» тоже «Подготовка к ЕГЭ-2014» с учетом ТИМов, «Физика-решебник. Подготовка к ЕГЭ-2014» и «Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ-7-9 класс». Вот очень интересная книжка на мой взгляд. «Готовимся к Олимпиаде». Здесь сборник олимпиадных заданий для 8-11 класса разного уровня. Дело в том, что многие наши соавторы, которые участвуют в создании книг, входят в жюри всероссийских олимпиад по физике разного уровня. Мы здесь в Ростове проводим эти олимпиады и городского уровня, и областного уровня, и регионального уровня. Поэтому у нас большой опыт накоплен в проведении таких олимпиад. Здесь есть олимпиадные задачки, многие с решениями, а многие просто как примеры того, какие бывают олимпиадные задачи. Очень тоже, на мой взгляд, полезная книжка называется «Карманный справочник по физике». Она действительно карманная, здесь она практически в натуральную величину, даже, по-моему, чуть больше, чем реальный справочник. Здесь есть практически все основные базовые теоретические сведения, которые необходимы для учащихся 7-11 класса, то есть для быстрого повторения. И мы ведем активную работу над новыми учебно-методическими пособиями. Значит, прежде всего хочу вам представить книгу, которая вышла в прошлом году впервые, называется «Физика 7-8 класс промежуточная аттестация и рубежный контроль». Здесь есть тесты, здесь все в форме ЕГЭ, подчеркиваю, в форме ЕГЭ, или ГИА, если хотите. Тесты, контрольная работа и дидактические материалы, опять же, в форме ГИА. Очень удобно для 7-8 класса, когда идет речь о начальной подготовке к ГИА в 9-ом классе. Следующая книга, опять же, тематические тесты, но обратите внимание, задания высокого уровня сложности, С1-С6. То есть, в тех тематических тестах, на которые я ссылался раньше, не было заданий С1-С6. А вот здесь специально отдельная книжечка, здесь есть решение заданий С1-С6 некоторых, и даны примеры для задачки для самостоятельной работы. Да, и еще одна книжка, я просто не успел вставить обложку, она уже вышла. Называется «Учебно-методический материал для учителей и учащихся по разбору основных ошибок, допущенных в ходе сдачи ЕГЭ методикой решения задач повышенного уровня сложности части С». Вот то, о чем я вам сегодня рассказывал, это, так сказать, некоторые выдержки или издержки из этой книжки, которую я только что вам рассказал. Ну, что, я, наверное, на этом закончу свой небольшой рассказ. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, то я постараюсь на них ответить. Спасибо. давайте. Значит, вот мне тут подсказали помощники, значит, у нас есть вот такая книжка, которая говорил, это типичные ошибки, и вот он, карманный справочник. вот так сказать, живую, я вам их показываю. Можно поближе, наверное, да? Вот так. Видно? Вот так. Ну, теперь давайте рассмотрим вопросы. Еще нужна тригонометрия и не только. Вы знаете, сейчас, одну секундочку. Насчет тригонометрии, я, я, конечно, понимаю, когда я говорю решение прямоугольных треугольников, ну, в общем-то, имеются в виду и тригонометрии. Вы, наверное, имеете в виду под тригонометрии тригонометрические преобразования. Да, конечно, это необходимо, я с вами могу только согласиться. Производные, да, да, вот когда мы с вами разбирали задачки на экстремум, конечно, нужны производные. Да, с вами полностью согласен. Ну, насчет интегралов, я бы, наверное, как-то немножко подвоздержался. Метод координат понятно, несомненно, да, о чем речь, о чем речь, да. Да, я, наверное, сам буду листать. Так, 15, 50, сейчас посмотрим. 15, а тут нет 15, а, есть. А задача на идеальный колебательный контур. А, я не совсем понял, что значит задача. Задача на идеальный колебательный контур. Ну, я просто, когда шла речь об идеальном, колебательном контуре, ну, слово идеальный, может быть, вас интересует, что имеется в виду подслуховым идеальный? То, что колебательный контур, который не содержит активного сопротивления. То есть, там нет выделения тепла. В этом смысле. А там, где мы рассматриваем задачку на выделение тепла, там учитывается активное сопротивление. А вот, понимаете, я говорил о колебательном контуре не в плане конкретной задачи. Я просто говорил, что задачи на колебательный контур подразумевают знания процессов, которые происходят в колебательном контуре. Это, прежде всего, превращение энергии. Энергии электрического поля конденсатора в магнитную энергию, заключенную в магнитном поле катушки. То есть закон сохранения или превращения энергии, если он не идеальный. Ну и формула Томпсона. А что у вас еще есть про колебательный контур? Больше ничего. Так, по вашему мнению, сможет ли введение в год второго поколения повлиять на качество знаний и их применение к сдаче ЕГЭ по физике? Знаете, наверное, это очень сложный вопрос. И, может быть, я не очень четко могу на него ответить. Вы вообще меня спросите, как я отношусь к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ. Тогда, если вы вот такой вопрос зададите, я, наверное, отвечу на ваш вопрос. Какой из УМК по физике, на ваш взгляд, даст лучшие возможности подготовки ЕГЭ? Значит, если вы говорите о наших УМК, которые изданы в издательстве «Легион», то я могу сказать, что они все дают лучшие возможности для подготовки ЕГЭ. Если вы говорите об УМК, которые изданы в центральной печати, ну, вы знаете, мне кажется, что в 10-11 классе все-таки, наверное, наиболее удобный учебник – это учебник Мякишева. Я, например, придерживаюсь Мякишева, ну, вот идет речь о двухтомнике, да, Мякишева, классический учебник Мякишева. А в качестве задачника, вот я мог бы посоветовать, конечно, ну, Рымкевич понятно, да, не нужно там сильно другие, а вот в качестве дополнения – это, конечно, гольдфакт. Поверьте моему опыту, это прекрасный задачник, и тот, кто его использует, тот, кто с ним активно работает, он делает большое дело для своих учеников. И вопросы там прекрасные, и задачи там прекрасные. И я думаю, что если вы прорешаете Ремкевича с учениками, то они будут готовы к выполнению части цены. В случае переменных токов применимы законы Киргофа. Ну, да, конечно, применимы законы Киргофа в случае переменных токов. Ну, вы понимаете, это, в общем, достаточно сложный вопрос. И, конечно, если ваши ученики владеют законами Киргофа, ну, я рад за вас. Все-таки спросили, как вы относитесь к даче ЕГЭ в форме ЕГЭ? Знаете, я могу сказать мое мнение. Это не хорошо и не плохо. Вот некоторые критикуют, ой, это плохо, ой, это хорошо. Начинают обсуждать, почему плохо и почему хорошо. Я вам скажу свое мнение. На самом деле подготовка, я уже говорил, к экзамену, к итоговой аттестации, это тяжкий труд и для ученика, и для учителя. И если вы его подготовите к итоговой аттестации, то ему не важно, в какой форме будет проходить этот экзамен. То ли в форме ЕГЭ, то ли в устной форме, то ли в другой любой форме. Ведь ЕГЭ – это форма представления материала. Понимаете, больше ничего. Форма. Да, она иногда сбивает ученика. Да, она иногда вводит его в заблуждение. Да, она имеет свои особенности. И вот мне кажется, что если вы будете готовить некий ЕГЭ к итоговой аттестации, а скажем, последний месяц, май, будете предъявлять им задание в форме ЕГЭ, чтобы показать особенности формулировки заданий, это будет правильно. Ну что ж, спасибо за внимание. Ждем вас в следующий раз. Через неделю у нас будет еще один вебинар, посвященный оптике. Спасибо. Спасибо.